Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юлия Титова, я риэлтор. Работаю в зарубежной недвижимости и в этой сфере я уже в буквальном смысле с прошлого века. За это время я накопила не только опыт и знаний, но и ощущение того, что актуально, что важно для вас. За 20 лет работы я общалась со множеством клиентов, и приятно, что многие из них стали впоследствии моими друзьями. Кроме того, я сама не единожды была и покупателем, и продавцом собственных объектов за границей, то есть лично на себе прочувствовала многие нюансы. Коллеги, клиенты, друзья все чаще говорят, мол, наверное, пора начинать писать книгу. Но пока руки до этого не дошли, времени, как всегда, не хватает. Тем не менее, делиться опытом прекрасно и важно. Поэтому приняли решение начать вот с такого формата, с видео. Мы представляем серию роликов по актуальным темам, и я поделюсь своим опытом, наблюдениями, постараюсь дать полезные рекомендации. С чего начнем? За последние 5-6 лет покупка дачи на море все менее актуальна. Большинство сейчас волнует возможность сохранения средств и возможность перееда за границу. И если решение вопроса об инвестировании очень индивидуально, то, когда мы говорим про эмиграцию, вполне можно построить схему понятную и, в общем, прозрачную. И в первых сериях проекта давайте говорить об этом. О программах ВНЖ, ПМЖ, гражданство. Я также затрону вопрос об образовании детей за границей. И, конечно, мы будем говорить о капиталовложениях. Без этого никуда. В ближайшие 10 минут. Как получить ВНЖ в Европе через покупку или аренду недвижимости? Для кого золотая виза предпочтительнее обычного ВНЖ? Что дает инвестиционное гражданство Евросоюза? Первое, на что обращу внимание. Общаясь с теми из вас, кто хочет переехать за границу и получить ВНЖ, мы вместе нередко приходим к выводу, что в реальности никакой вид на жительство вам не нужен. Во всяком случае, на данный момент. Достаточно иметь визу, она позволяет находиться за границей до 90 дней в полугодии или до 180 дней в году. Такую возможность, то есть такую визу, дает покупка любой недвижимости в большинстве популярных стран. И вообще виза сейчас не проблема, слава богу. Но если ваша цель все-таки связать себя с какой-то страной более плотно, дело другое. И начнем с нескольких важных условий. Благонадежность заявителя. Везде для получения ВНЖ, ПМЖ, гражданства вам потребуется доказать отсутствие судимости. Оно подтверждается соответствующей справкой, выданной по месту жительства. А постель и нотариальный перевод также понадобятся. Ее, кстати, делают не быстро. На это уйдет не менее месяца, поэтому нужно готовиться загодя. Справка имеет срок годности полгода и она должна быть не старше трех месяцев на момент подачи. Также вам нужно будет подтвердить финансовую обеспеченность и предоставить информацию о происхождении средств. Это делается с помощью налоговой декларации, выписки из банковского счета, справки НДФЛ и других подобных документов. В сегодняшних реалиях, даже просто для открытия банковского счета за рубежом, нам потребуются все эти финансовые документы. Вообще, если не вникать в детали, то кажется, что сбор справок – это не проблема. Но давайте приведу всего один обратный пример. Среди документов, которые вам понадобятся при получении ВНЖ или гражданства, точно будет свидетельство о рождении. Кажется, какие могут быть трудности. Но представьте себе, вы родились в СССР и свидетельство о рождении написано на русском. Вы живете давным-давно в России, но место рождения, например, Украина или Казахстан. Тогда вы должны сделать апостиль по месту рождения, то есть другой стране, а это как минимум время. В общем, такие нюансы лучше предвидеть на берегу. Проинформировать вас должен специалист, который знает про эти трудности. Ну да ладно, давайте ближе к теме. Начнем с простого – базового вида нажительства. Для получения этого ВНЖ на самом деле можно купить недвижимость любую, независимо от стоимости покупки. Или даже долгосрочно арендовать жилье. Действительно, такой вид нажительства можно получить во многих популярных странах с приятным климатом. Например, Греция, Испания, Италия, Турция, Черногория. В чем здесь подвох? Обратите внимание, я говорю сейчас не о золотых визах. Вот это простой вид нажительства. Он предназначен для так называемых экономически независимых лиц, то есть для относительно состоятельных людей. Кого считает состоятельным? Чтобы подтвердить свою состоятельность, вы должны иметь фиксированную сумму на банковском счету. Она зависит от конкретной страны, но вы должны ориентироваться на сумму 25 тысяч евро на семью. Вы должны подтвердить свой доход, причем за пределами страны, где хотите получить ВНЖ. Два других общих требования более просты. Вы должны показать властям место, где будете жить, или документы купли-продажи на недвижимость, или арендный договор. И вы должны оплатить медицинскую страховку. Так, будучи в состоянии обеспечивать себя, не работая в конкретной стране, вы вполне можете претендовать на вид нажительства. Важно понимать, что такой ВНЖ дает возможность круглогодичного проживания и не требует объемных инвестиций. Но он ограничивает вас в передвижении уже с другой стороны. Чтобы вам продлевали такой ВНЖ, вы обязаны находиться в этой стране более 183 дней в году, причем не имея при этом права работы по найму. Это хорошо для пенсионеров, неработающих мам с детьми и для тех, кто может работать дистанционно. Важное следствие. Проживание за границей более полугода вынуждает вас к смене налоговой резиденции. А надо ли это? Часто ответ отрицательный. Поэтому, рассматривая подобный ВНЖ, зачастую проще сделать выбор или в пользу туристической визы, если вам достаточно находиться за границей до 90 дней в полугодии, или уже в пользу золотой визы, которая не подразумевает обязательства по проживанию. Таким образом, вот этот простой вид на жительство подходит для тех, кто действительно хочет по-настоящему переехать в новую страну, готов проводить там много времени. Теперь о золотых визах. В Европе, в странах Шенгена такие программы действуют на сегодняшний день в Греции, Испании, Португалии, Латвии и с некоторыми оговорками на Мальте и Кипре. Общий принцип. ВНЖ дается при покупке недвижимости на определенную сумму. Строго говоря, инвестировать можно не только в квадратные метры, но также и в бизнес, ценные бумаги. Однако наибольшим спросом пользуется именно недвижимость, как один из наиболее близких, понятных и стабильных инструментов инвестиций. Кратко. Сумма инвестиций в недвижимость в Греции и Латвии самая низкая, от 250 тысяч евро. ВНЖ Мальты от 270 до 320 тысяч евро, в зависимости от того, где вы покупаете, на севере или на юге. На Кипр 300, но это только новое жилье. И, наконец, ВНЖ Испании и Португалии самые дорогие, от полумиллиона евро. В Португалии есть возможность приобретения на меньшую сумму, но в этом случае возникают другие ограничения по статусу объекта. Поскольку сумма вложений существеннее, чем при получении простого ВНЖ, тут не требуется показывать определенную сумму на счету. Вы уже продемонстрировали состоятельность, приобретая этот объект. Золотая виза, с одной стороны, дает возможность круглогодичного проживания в стране. С другой, при этом не обязывает находиться там длительное время. Даже дня будет достаточно. В Испании, Португалии, Латвии вы получаете даже право на работу. Еще один немаловажный нюанс. Золотая виза – это все еще вид на жительство. Первый шаг для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, а впоследствии гражданство. Но для этого необходимо выполнить все то же требование – находиться в стране более 183 дней в году. В зависимости от страны это требование нужно выполнять от 5 до 10 лет. Несмотря на этот нюанс, золотая виза пользуется большим спросом у инвесторов, задумывающихся о возможностях переезда в будущем. Тех, кто заинтересован также в инвестициях. Кто хочет получить пусть и не космический, но стабильный доход в твердой валюте за пределами своей страны. То есть для тех, кому близка тема запасного аэродрома. Соответственно, золотая виза или ВНЖ через инвестиции подойдет тем, кто не планирует переезд прямо сейчас, но хочет иметь возможность делать это в любой момент. Хочет свободно перемещаться и, возможно, иметь право на работу. Отдельно хочу сказать, поскольку спрашивают часто об инвестиционных нюансах, связанных с получением золотой визы. В большинстве стран, работающих по этим программам, законодательство не ограничивает заявителей в числе приобретаемых объектов. То есть вы можете купить на 250 или 500 тысяч евро несколько квартир или домов, в одном жить, другие сдавать в аренду. Конечно, какой вы получите доход – это уже другой вопрос, и понятие «выгодно» у каждого свое. Тем не менее, инвестиционную возможность здесь также нужно учитывать. И, наконец, паспортные программы, связанные с инвестициями или приобретением недвижимости. В Европе реально работают две из них – мальтийская и кипрская. Схематично. Мальтийская программа требует инвестиций в районе 1 миллиона евро, большая часть которых – невозвратная. Это, скажем так, подарок Мальти. Программа «Кипра» предполагает инвестиции в недвижимость от 2 миллионов евро, из которых необходимо навсегда оставить за собой личную резиденцию стоимостью не менее 500 тысяч. Остальные объекты по нынешним правилам, изменившимся в 2019 году, можно продать через 5 лет. Таким образом, теорией за мороженными остаются 500 тысяч. Это, например, та же сумма, что вы потратите на золотую визу в Испании. Да, и в общем, это все-таки не подарок, а жилье – ваша личная резиденция. Паспортные программы через инвестиции предполагают получение гражданства ЕС и соискателям, и членами его семьи, причем без дачи экзаменов по языку и знанию местной культуры. Кстати, на это тоже обратите внимание. Если вы планируете идти по другому пути, последовательно получать ВНЖ, ПМЖ, гражданство, рано или поздно такой экзамен сдавать придется. Что еще важно? Ваши дети, то есть дети новых граждан, получивших паспорта через инвестиции, не обязаны служить в армии. Паспорт через инвестиции не обязывает находиться в стране какое-то определенное количество дней. Нет и обязательств по налоговой резиденции. То есть вы не обязаны становиться налоговым резидентом Кипра или Мальты, но при этом можете. В заключении повторю. Если вы действительно нацелены на эмиграцию, следует понимать, что все эти программы связаны со значительными финансовыми затратами. Получение гражданства – это отнюдь неблаготворительность со стран и государств. Более детально я расскажу о паспортных программах в одной из серий. А в следующей серии мы поговорим о золотых визах. Особое внимание уделим Греции и Испании, как самым популярным странам, где действуют соответствующие программы. До скорой встречи! В следующей серии. Почему одни золотые визы популярны, а другие нет? Что отличает самые успешные программы – греческую и испанскую? Права и обязанности обладателей золотых виз. Смотрите наш канал и подписывайтесь на обновления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова